Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзекет» поступил вопрос, какова роль ангелов в современной жизни? Нужно понимать, что время — это, с одной стороны, такой неотвратимый бегущий ход мироздания, который окружает людей, и люди подвержены времени, из него выйти не могут. А, с другой стороны, это дар Божий, тоже венцу творения человека, потому что человек может от Бога отпасть в момент времени, но может через покаяние вернуться. Поэтому, прежде всего, конечно, для человека это подарок. Не все этим подарком обладают ангелы, как мы помним, по словам апостола Павла, служебные духи в службу посылаемые, в отличие от венца творения человека. Они находятся вне времени. Но они, в принципе, и вне пространства находятся. Они нематериальны, они не подвержены законам наших четырех измерений, трех пространственных и одного временного. Поэтому говорить, что ангелы, они в современной жизни как-то действуют иначе, чем в жизни несовременной, не приходится. Ангелы, они не подвластны времени, и их действия одинаковые. Тем не менее, их роль поменялась немножко, потому что она была немножко другой в эпоху Ветхого Завета. В эпоху Ветхого Завета закрыт путь общения с Богом из-за греха человеческого. Бог еще не пришел в мир, не воплотился. И только ангел, вестник воли Божией, он наставляет праведников. Помните, когда родителям одного из великих судей израильских, которые даже человек, который Библию не читает, обязательно слышал, Самсон, что вот ангел им явился, и сказал, вот у вас родится такой-то сын, перечислил условия, пророчество дал, и они подумали, мы сейчас умрем, Бога же увидеть нельзя. А вот этот пришел почти как сам Бог, потому что ангел воспринимался как вестник Божий, неразрывный с ним. Для нас, для людей новозаветных, все-таки для нас уже роль ангела, она не настолько важна, потому что нам явился сам Христос. Нам не нужно, чтобы нам являлся ангел и нас как-то наставлял, потому что у нас Дух Святой через апостолов глагол нам, и у нас вся истина есть перед нами. Нам не нужно, чтобы ангел-хранитель нас как-то поддерживал, потому что мы можем прийти и соединиться с самим Христом в причастии тела и крови Христовой. Помните, как апостол Павел говорит, да, вот что не от ангел, но сам Бог, сам Бог явился, воплотился, нас спасает. И, кроме того, конечно, мы тоже, кажется, ну вот ангел-хранитель хотя бы от грехов он нас там будет защищать, там не давать нам согрешить, но и здесь нам не нужно, потому что нас сам Господь пришел и на кресте своей крови грехи наши омыл, и мы идем, исповедуемся и от Господа, не от ангел, получаем прощение, прощение своих грехов, и их преодолеваем. Тем не менее, нельзя сказать, что ангелы как-то без работы остались. Давайте заглянем в Евангелие от Луки, в 15 главы, прочтем 10 стих. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Главная задача ангелов в нашей жизни, согласно вот этому отрывочку, это радоваться вместе с нами. Ангел-хранитель – это сторож нашей радости, потому что можно сказать, ой, где же ангел-хранитель, когда меня повели на мучение, когда меня бросили в Колизе и меня звери растерзали, когда меня брали и бросили в сталинский лагерь, избили и расстреляли. Где же ангел Божий, почему он как-то не защитил? Так нет, задача ангела-хранителя – все-таки быть с нами. И вспомните, как вот в Гефсиманском саду, что ангел Божий явился и самого Христа утешал. Задача ангела-хранителя – на нашем пути ко Христу, на нашем пути к Богу, Отцу, который нас ждет, на нашем пути соединения с Духом Святым, нас подбадривать, утешать и вместе с нами радоваться. В тяжелый момент ангел-хранитель, он действительно нас укрепляет. А вот в момент, когда мы победу одержали, он нам вот эту радость сердца от Бога приносит. Когда радость сердца, ты одержал победу не над врагом, может, не, враг там выиграл и торжествует, а радость духовная, ты одержал победу над грехом. Ты мог врагу отомстить и получить какое-то торжество, греховное удовольствие. А нет, враг думает, что он победил, а победил на самом деле ты, когда ты отказался от мщения. И радость на душе. Ты мог, наоборот, взять и какие-то там деньги сэкономить или заработать, а ты, наоборот, взял и кому-то помог, какой-то финансовой суммой. И тоже вот вроде, да, там, какие-то планы строил, и тоже, ну, пригодились бы эти там денежки. А радость-то на душе. Вот идешь, и прям хорошо, прям день светлее становится, даже самый паспортный. Вот в этом нам ангел и помогает. Ангел нам помогает не в вещах материальных, а в вещах духовных. Конечно, точно так же можно вспомнить, да, вот, ну, а как же там, раз, и там, выбежал почти под машину, а прям кто-то остановил. Да, или какое-то еще случайное совпадение, которое уберегло нас от каких-то, ну, вполне материальных проблем, от увечья, от потери жизни и здоровья. Тоже, разве ангел-хранитель здесь не действует? Нет, и здесь тоже может действовать. Но, опять же, здесь ангел-хранитель, он не отделен от Христа. Это нас защищает Божий промысел. А ангел, он исполняет волю Божию. Поэтому, если мы приближаемся к Христу, то не беспокойтесь. Ангелы всегда пойдут нам на встречу, посланные Господом. Всегда нас будут поддерживать, и мы не приткнем, как и Господь, а камень ногу нашу.